Часть вторая В царстве мёртвых Тайны тоже рождаются, живут свой век и умирают Из-за покрифов Глава седьмая Когда Лори стало ясно, что Бонни бросил её, она, конечно, расстроилась, однако в будущем ей предстояло испытать ещё худшее Сначала это телефонный звонок С Филиппом Деккером она встречалась только один раз и узнала его голос только после того, как он представился Боюсь, у меня для вас плохие новости Вы нашли Бонни? Да С ним что-то случилось? Наступила пауза Она знала, что сейчас скажет Деккер Он умер, Лори Так и есть Она почти не сомневалась в этом Слишком велико было её счастье Оно не могло продолжаться слишком долго Бонни изменил её жизнь до неузнаваемости Его смерть должна была сделать то же самое Лори поблагодарила доктора за то, что он сообщил ей обо всём сам Не дожидаясь пока о случившемся её известит полиция Положив трубку, она отключилась от всего Не в силах поверить в это несчастье Некоторые её знакомые говорили, что такой мужчина, как Бонни, никогда не стал бы за ней ухаживать, если бы он был здоров Они, конечно, имели в виду не то, что для Бонни из-за его болезни абсолютно всё равно, с какой женщиной иметь дело Просто у него было такое лицо, что многие, особенно те, для кого внешность имела решающее значение, считали Если бы этот человек был в своём уме, он бы, несомненно, позаботился о том, чтобы рядом с ним находилась женщина не менее красивая, чем он Все эти замечания глубоко ранили сердце Лори В глубине души она понимала, что в чём-то её друзья правы Бонни не обладал никаким состоянием, и единственным его богатством была внешность На него всегда смотрели с восхищением, и это раздражало его Не раз Лори опасалась, что он изуродует своё лицо, чтобы не привлекать к себе внимания К счастью, этого не произошло, но он полностью утратил интерес к своему внешнему виду По несколько дней не принимал душ, неделями не брился, по полгода не заглядывал к парикмахеру И переубедить его было невозможно Лори перестала обращать внимание на колкости друзей В разговорах практически не упоминала о нём, только когда речь заходила о сексе Да, она всего три раза переспала с ним, и каждый раз заканчивался бурной сценой Она знала, что он относится к ней трепетно и нежно, и страстно желает всегда быть с нею рядом Но он просто не мог осуществить это, и страшно злился А иногда впадал в такую депрессию, что ей приходилось на время исчезать из его жизни, чтобы не допустить самого худшего Оставаясь одна, она часто думала о нём, мечтала о встрече Но все её мысли сводились исключительно к сексу Никаких романтических образов Только она и Буни в пустой комнате занимаются любовью Иногда ей представлялось, как в дверь кто-то стучится, кто-то хочет зайти и посмотреть на них Но они никого не пускают Он принадлежит только ей, весь целиком, со всеми своими достоинствами и недостатками Но это были лишь мечты А сейчас тем более Их роман закончился И вместе с ним исчезло всё И чёрные дни, когда они ссорились каждую минуту И те светлые моменты, когда ей, наконец, удавалось найти для него слова утешения Она, конечно, была готова к неожиданному концу, но никогда не думала, что он будет именно таким Что Буни окажется убийцей и сам погибнет в каком-то городе, название которого она и не слышала Не так это должно было кончиться После телефонного звонка Деккера её допросили в полиции Знала ли она о преступной деятельности Буни? Не было ли актов насилия по отношению к ней? Она без устали повторяла, что имела с ним только любовную связь И никакого насилия не было Краснее и запинаясь, рассказывала она об интимных подробностях их встреч А они молча обменивались понимающими взглядами, будто в чём-то подозревали её В конце допроса ей предложили опознать тело Лори согласилась, хотя её и предупредили, что зрелище не из приятных Но она хотела попрощаться с Буни Однако произошло нечто невероятное Тело исчезло Сначала ей долго не объясняли, почему опознание откладывается Извинялись, ссылались на какие-то сложности Но потом вынуждены были сказать правду Труп, который был оставлен на ночь в полицейском морге, исчез Никто не знал, как это произошло Покойницкая была закрыта, следов взлома не обнаружено И самое главное Оставалось неясным, кому и зачем это могло понадобиться Начались поиски Но, судя по поступающим сведениям, надежд отыскать похитителей оставалось всё меньше Следствие по делу Аарона Буни пришлось продолжить в отсутствие его трупа Лори не могла найти себе места Мысли о том, что Буни лишился последнего покоя, что над его телом, возможно, надругались или сотворили нечто ещё более ужасное, преследовали её день и ночь Её воображение рисовало страшные картины Она была в таком состоянии, что впервые в жизни испугалась за свой собственный рассудок Буни при жизни олицетворял собой некую таинственность А его привязанность к ней была вообще каким-то чудом, заставившим её по-новому взглянуть на себя Теперь же, когда он умер, таинственность эта не исчезла, а приобрела совсем иное задержание Получается, она совершенно не знала его Даже в те моменты, когда он, казалось, раскрывал перед ней душу нараспашку Даже тогда он умело скрывал свою страшную тайну Нет, этого не может быть Она же очень хорошо всё помнит Вот он смотрит на неё своими безумными глазами, вот рыдает, уткнувшись ей в колени Мысль о том, что она не разгадала его до конца, причиняла ей почти физическую боль Нужно было что-то делать, иначе придётся нести эту муку вечно Ей необходимо узнать всю правду, и, пожалуй, лучше всего отправиться туда, где его нашли В Медин Возможно, там она получит ответ Полиция предупредила её, что до конца следствия она не должна покидать Калгари Но Лори была импульсивным человеком, как и её мать Она проснулась в три часа ночи с твёрдым намерением отправиться в Медин К пяти утра всё уже было готово, и с рассветом она двинулась в путь Сначала всё шло хорошо К чёрту работу! — думала Лори И дом, где всё напоминало о времени, проведённом вместе с Буни Она ехала наугад Ни на одной карте, которая имелась в её распоряжении, Медин не был обозначен Однако в разговорах полицейских она слышала названия других городов Одним из них был Шернак Ей удалось найти его на карте Она решила направиться туда Лори практически не знала ту местность, по которой ей пришлось ехать Её семья когда-то жила в Торонто На цивилизованном Востоке, как любила говорить её мать Злясь на мужа за то, что он завёз их в такую глушь Ничего не изменилось с тех пор Бескрайние пшеничные поля никогда особо не трогали воображение Лори И сейчас, глядя на них, она ничего не испытывала Посевная закончилась Фермеры занялись другими делами Вокруг было пусто и скучно Она неожиданно быстро устала от этой монотонности И решила сделать остановку в Мак-Ленане Небольшом местечке в части езды от Пис-Ривера Благополучно переночевав в мотеле Рано утром она снова двинулась в путь, рассчитывая к полудню добраться до Шернака Но на этот раз ей не повезло Где-то под Пис-Ривером она сбилась с пути И вынуждена была миль сорок ехать наугад Наконец показалась бензоколонка Лори остановилась В пыле у дороги двое мальчишек-близнецов играли пластмассовыми солдатиками Их отец, хмурый мужчина, с такими же белыми, как и у сыновей волосами Затоптав окурок прямо на поле битвы игрушечных армий, направился к Лори Что вы хотели? Бензин, пожалуйста И еще я хотела у вас спросить кое-что Бесплатно справок не даю Без тени улыбки ответил он Я ищу город Шернак Вы знаете, где это? Военные баталии за спиной мужчины достигли своего апогея Обернувшись к детям, он сердито сказал Заткнетесь вы или нет? Мальчишки переглянулись и замолчали Он снова повернулся к Лори Было видно, что годы работы на открытом воздухе под палящими лучами солнца Преждевременно состарили его Что вам нужно в Шернаке? Мне нужно найти кое-кого Вот как? Его обветренное лицо заметно оживилось Может, я знаю? Чужих здесь почти не бывает Лори решила рискнуть Она вернулась к машине и достала из сумочки фотографию Но этого человека вы, наверное, не видели Вновь послышались звуки великого побоища Не взглянув на фотографию, мужчина в ярости закричал на детей Заткнитесь, я вам сказал Потом он посмотрел на изображение Буни и быстро спросил Вы знаете, кто этот человек? Лори нерешительно молчала Мужчина нахмурился Она поняла, что отпираться бессмысленно И, стараясь выглядеть как можно спокойнее, сказала Да, я знаю, кто это И вы знаете, что он сделал? Губы мужчины скривились Мне показывали фотографии Он снова повернулся к сыновьям Да замолчите вы, наконец! Это не я, сказал один из мальчишек А мне плевать, кто... Заорал отец и решительно направился к ним Детей как ветром сдуло Задыхаясь от ярости, он вернулся к Лори и с ненавистью бросил Это не человек! Это скотина! Вот кто он! Слышите? Скотина! Он сунул фотографию назад Лори Скорее бы его прищучили! А вы что, едете замаливать его грехи? Лори молча взяла фотографию из его грязных замасленных пальцев Но он все понял по ее лицу и гневно продолжил Таких людей надо стрелять, как собак Как бешеных собак! Лори повернулась и пошла прочь Руки ее так дрожали, что она едва смогла открыть дверцу машины А бензин вам не нужен? Неожиданно спросил мужчина Пошел к черту! Бросила она Он изумленно смотрел на нее Да что с вами! Лори включила зажигание И, моля всех богов, чтобы машина не подвела Рванула с места В зеркало заднего вида Она успела заметить окутанного клубами пыли мужчину Который что-то кричал ей вслед Она не знала, откуда в нем столько злобы Но представляла, на ком он сейчас отыграется На детях, конечно В мире полно родителей тиранов Их забитых, запущенных детей Не стоит даже думать об этом Ей все равно не исправить род человеческий Минут десять она мчалась по дороге Радуясь только одному обстоятельству Что ей удалось избежать неприятных последствий Но потом ей вдруг стало не по себе Дрожь охватила все ее тело И, увидев впереди небольшое селение Она вынуждена была остановиться, чтобы прийти в себя Заказав в небольшом ресторанчике кофе и лимонный сок Она пошла в уборную, чтобы умыться холодной водой И тут одиночество, смешанное с отчаянием Нахлынуло на нее Глядя на свои полыхавшие Покрытые красными пятнами щеки в треснутое зеркало Она неожиданно разрыдалась Да так сильно, что казалось Никто и ничто не в силах заставить ее успокоиться В уборную вошла девушка Лори, будь она на ее месте, не стала болезть с расспросами Но та, поймав ее взгляд в зеркале, сказала «Что стряслось, мужчина или деньги?» Лори вытерла слезы рукой «Что вы говорите?» «Когда я плачу», — продолжила девушка, расчесывая свои каштановые волосы «В общем, это случается только из-за мужчин или из-за денег» «Понятно» Любопытство девушки было настолько неприкрытым, что Лори даже перестала плакать «Мужчина», — тихо сказала она «Бросил вас так?» «Не совсем так» «Господи!» — воскликнула девушка «Вернулся! Но это еще хуже!» Лори слабо улыбнулась «Наверное, вернулся совсем не тот «Ну так гоните его от себя, как собаку!» При упоминании собаки в памяти Лори снова возникла сцена в бензоколонке И на глаза ее опять навернулись слезы «О, какая же ты дура, Шерил!» — одернула сама себя девушка «Все испортила!» «Нет, нет», — возразила Лори «Мне как раз нужно выговориться» Шерил улыбнулась «А мне как раз нужно выпить кофе» Ее звали Шерил Маргарет Кларк Пожалуй, она у любого человека могла выведать все После двух часов разговора и пяти чашек кофе Лори поведала ей всю свою историю С того дня, когда она впервые встретилась с Буни И до того момента, когда Шерил увидела ее, плачущей в уборной Шерил тоже было что рассказать Но ее случай оказался скорее комичным Любовник был без ума от машин А она от его брата В общем, все закончилось скандалом и разрывом И теперь она решила развеяться «Я с детства не путешествовала», — сказала она «Раньше меня заносило черт знает куда Но я уж и не припомню этого ощущения Может быть, мы поедем вместе в Шерник? Мне всегда хотелось увидеть это место» «Правда?» Шерил расхохоталась «Нет, мне просто абсолютно все равно, куда ехать» Глава восьмая Итак, они решили, что дальше отправятся вместе Дорогу им объяснил владелец ресторана, который приблизительно знал, где находится Медин Благополучно добравшись до Шерника, город оказался гораздо больше, чем Лори его себе представляла Они поехали дальше по старой разбитой дороге, ведущей, судя по всему, прямо в Медин «Что вам там надо?» — спрашивал их хозяин ресторана «Теперь туда никто не ездит, в городе никого нет» «Я пишу статью о золотой лихорадке», — ответила Шерил «А она хочет посмотреть достопримечательности» «Да уж, конечно! Там есть на что посмотреть!» — с иронией заметил хозяин и не подозревая, что он недалек от истины Когда впереди показался Медин, день клонился к вечеру, но дорога все еще была залита ярким солнечным светом Им даже показалось, что они прибыли совсем не туда По их мнению, город-призрак никак не мог иметь такой приветливый вид Однако, когда солнце скрылось, и они оказались на пустынных улицах, настроение у них изменилось «Как Буни попал сюда?» — подумала Лори, как только они въехали в Медин И тут же ответила себе «Нет, он пришел сюда не по своей воле, за ним гнались, и он оказался здесь совершенно случайно» Они остановили машину прямо посередине главной улицы, которая, в сущности, была единственной в городе «И запирать не надо!» — сказала Шерил «Угонять некому!» Теперь, когда они прибыли сюда, Лори еще раз мысленно поблагодарила судьбу за то, что она свела ее с Шерил Ее оптимизм и чувство юмора были так необходимы в этом мрачном месте О каких призраках тут может идти речь? Все здесь было таким реальным И впервые с того самого дня, когда Деккер сообщил ей по телефону о случившемся, Лори почувствовала настоящую боль утраты Она представляла себе Буни, одинокого, запутавшегося, который приполз сюда, чтобы спрятаться от своих преследователей Дом, где они пристрелили его, она нашла сразу Отверстия от шальных пуль были обведены мелом, на ступеньках крыльца еще сохранились следы крови Она стояла поодаль еще несколько минут, не в силах ни приблизиться к этому мрачному месту, ни отойти от него Шерил тактично оставила ее одну Никто не мог помешать ей проститься с тем последним, что осталось от Буни Она потеряла его навсегда, но слез не было Возможно, она уже выплакала их все там, у зеркала, в маленьком ресторанчике Сейчас Лори думала только об одном Как так могло получиться, что человек, которого она любила и которому безгранично верила, погиб здесь, сраженный полицейской пулей А она никогда и не подозревала о его преступлениях Может быть, она не плакала, потому что злилась на него за это Ведь, несмотря на свои заверения в любви, ему удалось так много от нее скрыть И не у кого теперь потребовать объяснений Неужели он мог уйти просто так, не оставив после себя ничего? Она поймала себя на том, что пристально вглядывается в кровавые пятна на дощатых ступеньках крыльца Может быть, в них содержится какой-то ответ? Ведь даже кофейная гуща на стенках чашки может сказать о многом Значит, и последний след Буни, оставленный им на этой земле, должен иметь какое-то значение Увы, гадалка из нее была плохая Кровавые пятна хранили в себе много неразгаданного И, пожалуй, самое непонятное заключалось в том, что она вдруг неожиданно даже для самой себя Вслух произнесла «Я люблю тебя, Буни» И почувствовала, что, несмотря на злость и смятение, она отдала бы все в этой жизни только за то, чтобы он вышел сейчас из дома и обнял ее Однако ничего не произошло А ей так хотелось хотя бы почувствовать на своей щеке его дыхание Услышать его шепот Но, видимо, смерть отняла у него все Не оставив даже призрака Кто-то позвал ее Лори подняла глаза и увидела Шерил «Как ты думаешь?» — послышались ее слова «Что?» — не поняла Лори «Я говорю, не пора ли нам ехать?» — повторила Шерил «Да» «Видела бы ты, на кого похожа» «Ничего» — Шерил взяла ее за руку «Ты ведь увидела все, что хотела» «Да» «А теперь пойдем» «Ты знаешь, я до сих пор не верю» — сказала Лори «Даже стоя здесь и глядя на это место, не могу поверить Неужели это все? Неужели никак нельзя попасть к ним, увидеть их, коснуться» «Кого?» «Мертвых» «Если нельзя, тогда все бессмысленно, ведь правда же» «Все так бессмысленно жестоко» Лори вырвала свою руку и потерла лоб кончиками пальцев «Извини», — сказала она «Я, наверное, несу какую-то чушь» «Честно?» «Есть немного» Лори смущенно взглянула на подругу «Послушай», — сказала Шерил «Этот старый город ничем нам не поможет» «Думаю, пора уходить отсюда» «И пусть он стоит здесь, пока не развалится» «Я бы не хотел этого» «Знаешь», — начала Шерил «Что?» «Я не желаю больше оставаться в этой компании», — сказала она и быстро добавила «Я не тебя, конечно, имею в виду» «Кого тогда?» «Ну, этих» «Мертвецов» «Каких мертвецов?» «Там внизу — это проклятое кладбище» «Правда?» «Тебе в своем состоянии не хватало только этого», — быстро заговорила Шерил, но по лицу Лори поняла, что сделала ужасную ошибку, сказав ей про кладбище «Ты ведь не пойдешь туда, не пойдешь» «Только на одну минутку», — сказала Лори «Если мы не покинем это место сейчас же, то нам придется ехать назад в темноте» «Но ведь я больше никогда не вернусь сюда» «А, да, ты же должна осмотреть достопримечательности» «Ну, конечно, очень интересно» «Как там поживают мертвецы?» Лори слабо улыбнулась «Я быстро», — сказала она и пошла по улице в сторону кладбища Шерил в нерешительности смотрела ей вслед Свитер остался в машине, а уже становилось холодно Но и оставаться одной на улице ей не хотелось Все время, пока они находились здесь, ее не покидало ощущение, что за ними кто-то наблюдает «Подожди меня!» — крикнула она и догнала Лори, когда впереди уже виднелась высокая кладбищенская стена «Почему оно такое большое?» — спросила Лори «А кто его знает? Может, они умерли все сразу» «Что ж, их было так много! Город-то небольшой» «Правда! Посмотри, какие здесь гробницы!» «Ну и что?» «Ты заходила сюда?» «Нет, и не горю желанием» «Я недалеко» Лори подошла к воротам и попыталась открыть их Ей это удалось, и она проскользнула на территорию кладбища Шерил неохотно последовала за ней «Почему же их так много?» — снова сказала Лори В ее вопросе звучало не просто любопытство Она снова подумала о том, попал ли сюда Буни случайно, или же Медин был его целью «Может быть, здесь похоронен кто-то, на чьей могиле Буни хотел покаяться в своих грехах?» Ей казалось, что будь у нее возможность внимательно осмотреть ряды этих могил, она смогла бы получить хоть какое-нибудь объяснение «Уже поздно», — напомнила ей Шерил «Да» «И я замерзла» «Замерзла?» «Давай уже пойдем, Лори» «Ах, да, конечно, становится темно, и все равно уже ничего не увидишь» «Наконец-то ты это поняла» Они пошли назад Шерил почти бежала впереди Когда они поднялись на холм, Лори остановилась и в последний раз взглянула на кладбище Отсюда оно напоминало крепость Может быть, эти высокие стены возвели для защиты от диких животных, хотя в этом не было никакой необходимости Умершие так были надежно защищены тяжелыми каменными плитами Скорее всего, эти стены служили границей между миром живых и миром мертвых За этими воротами земля была святой и неприкосновенной Она хранила память о тех, кто ушел из этой жизни Как много Лори хотела бы сказать им сегодня ночью Как много бы хотела услышать Жаль, что это невозможно Она вернулась к машине На душе у нее стало легче Как только захлопнулись дверцы и завелся мотор, Шерил сказала «За нами кто-то наблюдал» «Ты уверена?» Абсолютно Я видела его, когда подошла к машине Она поежилась Господи, совсем закоченела «Как он выглядел?» Спросила Лори Шерил пожала плечами «Не знаю, уже было слишком темно Да и какое-то теперь имеет значение Ты правильно сказала Больше мы сюда не вернемся» «Все верно» Подумала Лори «Они могут уехать по этой ровной дороге и даже ни разу не оглянуться назад» Может быть, покойные жители города завидуют им сейчас, находясь там за своими крепостными стенами Глава девятая Гостиницу долго выбирать не пришлось В Шернаке их было всего две Первая оказалась до отказа набита приехавшими на распродажу сельскохозяйственных машин фермерами Во второй, которая называлась Свитграсс Тоже сначала сказали, что мест нет И если бы не обаяние Шерил Им пришлось бы ночевать на улице В конце концов Нашелся один двухместный номер Нероскошный, но вполне приличный «Ты знаешь, что всегда говорила моя мать?» Сказала Шерил Раскладывая в ванной комнате Туалетные принадлежности «Что?» Она говорила «Посмотри, Шерил, вокруг Где-то рядом Бродит твой мужчина И жаждет встречи Заметь, это были слова женщины, которая тридцать лет искала свой идеал, да так и не нашла Но она не изменила своего романтического убеждения И меня приучила думать так же Черт бы ее побрал «Да?» «Да, я все ищу его И знаешь, думаю, мать была права Ты первая пойдешь в душ?» «Нет, иди ты» В соседнем номере собрались на вечеринку Сквозь тонкую стену Слышались музыка и смех Пока Шерил принимала душ Лори легла на кровать Пытаясь осмыслить все происшедшее за день Но Шерил вернулась очень скоро И, оторвав Лори от раздумий Заявила, что собирается отправиться в город развлечься «Ты пойдешь?» Спросила она «Я очень устала» Ответила Лори «А тебе желаю хорошо провести время» «Боюсь, здесь для этого мало возможностей» Печально сказала Шерил «Ничего», — успокоила Лори «Ты отыщешь» Шерил ушла Лори попыталась задремать Но ее сон постоянно прерывался веселым шумом из соседнего номера Она встала и решила принять ванну Быть может, компания за стеной утихомирится за это время Погрузившись в горячую воду Она закрыла глаза и почувствовала, как расслабляется все ее тело Ничто не отвлекало ее Даже зеркала Из-за отсутствия в ванной комнате конденсатора Они сильно запотели Как это было кстати! Она слишком хорошо знала все свои недостатки А их, по ее мнению, было немало Слишком тонкая шея, слишком узкое лицо Глаза огромные, тоже слишком Маленький нос Получалось, что она вся состоит из одних недостатков И любая попытка изменить что-либо во внешности Немедленно отражалась на ней еще худшим образом Темные волосы, которые она отрастила специально, чтобы скрыть свою тонкую шею Выглядели шикарно Но они придавали ее бледному лицу совсем уж болезненный оттенок Алые губы, которые она унаследовала от матери, были до неприличия яркими Пользуясь блеклой помадой, ей удавалось немного приглушить их натуральный цвет Но глаза от этого становились еще больше Безусловно, Лори не была безобразна И недостатка в поклонниках не ощущала Дело в том, что она не выглядела так, как чувствовала это Лицо вполне симпатичное Но она не была симпатичной Не хотела такой быть и даже думать об этом Возможно, те ощущения, которые ей довелось испытать за сегодняшний день При виде крови и огромного кладбища Отложили в ее душе какой-то отпечаток И со временем что-то изменят в ней Она надеялась на это Не одеваясь, Лори вышла из ванной Как она и ожидала, вечеринка приутихла За стеной звучала лишь приглушенная музыка Дослышался легкий шорох Она села на край кровати и провела ладонями по груди С наслаждением, ощущая гладкость и упругость своей кожи Она прислушалась к тихой и мелодичной музыке за стеной И, стараясь дышать так же плавно и легко, легла на кровать Правая рука заскользила по телу От покрывала пахла сигаретным дымом и еще чем-то казенным, несвежим Она закрыла глаза и представила себя в этой комнате Обнаженную, на грязном покрывале И почему-то особенно возбудилась Лори редко позволяла себе это Католическое воспитание обычно удерживало ее от порочности в удовлетворении своих инстинктов Но сегодня она была совсем другой Она не стала рисовать в своем воображении Буни Мертвые не годятся для этого дела Да, он был прекрасен, но никогда больше его руки не коснутся ее Поэтому лучше не вспоминать, а представить только себя в этой комнате, на этой кровати Она больше не слышала музыки за стеной Музыка звучала в ней самой, накатываясь волнами, которые становились все выше и выше Наконец, ее тело покрылось испариной Она раскинула руки и неподвижно лежала несколько минут, прислушиваясь к себе Потом, чувствуя, что засыпает, вытащила из-под себя покрывало И, сбросив его на пол, растянулась на кровати, укрывшись одной простыней Ей снилось то самое кладбище на окраине заброшенного города Она шла по нему, и ветер дул со всех сторон, холодный и неприятный Он поднимал ей волосы, проникал под блузку и был похож не просто на движение воздуха А на какой-то плотный поток, как будто струи пыли обрушивались на нее, залепляя глаза, нос Когда вокруг уже ничего не стало видно, она вдруг поняла, что это такое Останки мертвых, поднятые невиданным ураганом из всех могил, пирамид, мавзолеев, склепов и крематориев Прах и пепел со всего света устремился в Медин А она оказалась на перекрестке этих жутких ветров И частицы когда-то живших на земле людей проникали в ее организм Но удивительно, ей совсем не было страшно Она не пыталась укрыться, будто знала, что эти умершие люди ищут именно ее тепла Нуждаются именно в ее женской сути «Где Буни?» — спросила она, полагая, что мертвые должны знать об этом В конце концов, он один из них Она знала, что он где-то рядом, но ветер завыл сильнее И она снова сказала «Буни! Мне нужен Буни! Принесите его!» Ветер услышал ее Она чувствовала это Но кто-то рядом очень четко сказал «Он мертв, Лори!» Она попыталась не обращать внимания на этот голос и снова заговорила «Мне нужен Буни! Принесите!» «Нет!» Опять этот голос Она хотела в третий раз повторить свою просьбу Но тут же почувствовала, что ветер утих и ее кто-то трясет за плечо «Лори! Проснись!» Она оцеплялась за сон «Еще немного, и ей станет известно все!» «Буни!» — снова позвала она Но ветер вдруг подул в обратном направлении, унося с собой прах мертвецов, которые так и не успели рассказать Лори то, что знали И она не в силах была остановить их «Лори!» Все! Ни одной пылинки не осталось Лори с трудом открыла глаза, уже заранее зная, что увидит сейчас Шерилл Та действительно сидела на краю кровати и с улыбкой смотрела на нее «Страшный сон?» — спросила она «Да нет» «Ты звала его» «Знаю» «Надо тебе было пойти со мной» — сказала Шерилл «Пора уже выбросить все из головы» «Наверное» Шерилл вся осветилась Было видно, что ей не терпится сообщить какую-то новость «Ты познакомилась с кем-то?» — спросила Лори Шерилл ухмыльнулась «Да, и кто бы мог подумать?» «Матушка, пожалуй, была права» «Значит, все хорошо» «Все хорошо» «Расскажи» «Да особенно нечего рассказывать, я просто решила сходить в бар и встретила этого великолепного парня» «Кто бы мог подумать?» — снова сказала она «Любовь нашла меня в самой глуши этих дьявольских прерий» Она не могла сдержать своего возбуждения, и вскоре Лори стали известны все подробности ее ночного романа Его звали Куртис Он банкир, родом из Ванкувера, разведен, недавно прибыл в Эдмонтон «Они во всем подходили друг другу, — считала Шерилл, — даже по знаком Зодиака А еще у них абсолютно одинаковые вкусы, да и прошлое похоже Но что самое главное, за все время их многочасовой беседы он ни разу не попытался залезть ей под юбку Это настоящий джентльмен Умный, воспитанный, мечтающий о роскошной жизни на западном побережье Кстати, он намекнул, что собирается вернуться туда, как только найдет себе подходящего компаньона Может, это будет она «Завтра вечером мы снова с ним встречаемся!» — торжествующе закончила Шерилл «И если все будет хорошо, то я, наверное, останусь здесь на несколько недель» «Все будет хорошо, — ответила Лори «Ты этого заслужила» «А ты, когда возвращаешься в Калгари, завтра?» — спросила Шерилл «Да», — машинально ответила Лори, но сон все еще не отпускал ее «Но сначала я, наверное, вернусь в Медин, — задумчиво проговорила она «Хочу еще раз посмотреть на это место» Лицо Шерилл вытянулось «Только, пожалуйста, не проси меня ехать с тобой, — умоляюще сказала она «Я больше не вынесу» «Конечно», — ответила Лори «Я поеду одна» Глава десятая Когда Лори приехала в Медин, на голубом безоблачном небе ярко светило солнце Подавленность, с которой она покидала город в прошлый раз, сменила сейчас совершенно иным ощущением Несмотря на то, что здесь погиб Буни, она не испытывала ненависти к этому месту Наоборот, их теперь многое связывало Однако Лори приехала сюда не для того, чтобы еще раз посмотреть на Медин Ей хотелось походить по кладбищу Яркий солнечный свет заливал все вокруг А четкие тени от высоких мавзолеев и усыпальниц Придавали городу мертвых еще более красивый вид Даже трава, пробивающаяся между могилами, казалась сегодня изумрудной Ветра не было совсем И ничто не напоминало Лори ее сегодняшний сон За высокими стенами кладбища царила необыкновенная тишина Как будто весь остальной мир перестал существовать Здесь было царство мертвых Казалось, эти люди не просто прекратили свое существование на земле А перешли в какое-то иное качество И живут теперь за этими стенами по особым своим законам Лори медленно шла по аллее, читая надгробные надписи Здесь были эпитафии на английском, французском, польском, русском языках Могилы и склепы были украшены статуями плачущих женщин Святых, имена которых Лори и не знала Каменными скульптурами спящих собак И чем больше этих символов здешнего мира окружало ее Тем чаще она задавала себе все тот же вопрос Почему кладбище такое большое? И еще немало ее удивило то, что здесь было представлено так много разных национальностей Она вспомнила свой сон Ветры дули со всех сторон света В этом было что-то пророческое Ей стало даже спокойнее Слишком долго она шла по жизни вслепую Любовь не оправдала ее надежд Может быть, теперь сама жизнь Какими-то едва уловимыми знаками Будет подсказывать ей дорогу Целый час она шла по кладбищу И добралась, наконец, до его задней стены Здесь она неожиданно обнаружила целый ряд могил В которых были похоронены животные Птицы, кошки, собаки Все они покоились рядом Как будто и не враждовали между собой Это было довольно странное зрелище Лори и раньше слышала о существовании специальных кладбищ для животных Но она не знала, что они могут быть похоронены там же, где и их хозяева Впрочем, стоило ли чему-нибудь удивляться В этом мире, как видно, действуют свои законы Да и отменять их здесь некому Лори повернула назад По какой аллее идти, она не знала И центральных ворот отсюда не было видно Но это не испугало ее В этом пустом месте она чувствовала себя в безопасности А вокруг было так красиво Она выбрала наугад одну из дорожек И неторопливо пошла по ней Разглядывая изумительные по красоте склепы и усыпальницы Солнце было уже высоко Становилось жарко Лори почувствовала нестерпимую жару Воды ей здесь, судя по всему, не найти Но она не спешила Она знала, что никогда не вернется сюда И хотела запомнить это место навсегда Вдоль аллеи, по которой она шла, росли огромные вечно зеленые деревья Как символ вечной жизни Посаженные здесь когда-то Они буйно разрослись на плодородной земле Закрывая с собой могилы и памятники от жаркого солнца Кое-где мощные корни выходили наружу Некоторые надгробья не выдерживали И трескались под их натиском И вот это сочетание живой зелени и разрушений Показалось Лоре особенно символичным Она остановилась возле одного из деревьев И вдруг услышала странный звук Там, в густой листве, кто-то тяжело дышал Она инстинктивно отступила назад Из тени на солнечный свет Сердце ее заколотилось с такой силой Что его гулки и удары заглушили даже тот странный звук, который напугал ее Она затаила дыхание и еще раз прислушалась Нет, ей не показалось Под огромной веткой, склонившейся почти до самой земли Кто-то прятался Но звук, который она слышала, не мог издавать человек Скорее всего, это было животное Судя по хрипу, животное умирающее Лоре стояла, не двигаясь И вглядывалась в тень в надежде увидеть хоть что-нибудь Вдруг она заметила движение Существо явно пыталось подняться Отчаянно царапая землю лапами Эта беспомощность глубоко тронула ее Если она пройдет мимо и не поможет Животное наверняка погибнет Как потом простить себе это? Лоре решительно шагнула в тень Животное затихло Возможно, оно испугалось Наверное, ее движения показались ему угрожающими И бедняга приготовился к защите Осторожно, готовая в любой момент быстро отскочить назад Она раздвинула ветви Сначала она почувствовала терпкий запах И только потом увидела само существо Которое глядело на нее широко открытыми глазами Это был детеныш какого-то животного Но какого именно, она определить не могла Что-то вроде дикой кошки Только шкура была очень уж гладкой Зверь оказался настолько слаб Что голова едва держалась на тонкой шее Он настороженно посмотрел на нее А потом закрыл глаза И в бессилии ткнулся мордой в землю Лоре хотела дотянуться до животного Но не смогла Упругие ветви смыкались перед ней Не давая возможности продвинуться вперед Тогда она стала обламывать их Гибкие ветви поддавались плохо Одна из них больно хлестнула ее по лицу Лоре даже вскрикнула от боли И прижала руку к щеке, нащупав кровоточащую рану Она с удвоенной силой начала продираться сквозь заросли И, наконец, добралась до детеныша Он только слегка приоткрыл глаза Когда она наклонилась и дотронулась до него Раны не было видно Но все его тело било лихорадка Когда Лоре с трудом подняла детеныша Он обмочил ей руку и блузку Но она крепко прижала к себе обмякшее тельце Лапа и голова его безжизненно свисали И только запах стал сильнее И вдруг ей послышались чьи-то всхлипывания Она замерла Звук повторился снова слева от нее Кто-то с трудом сдерживал рыдание Держа неподвижного зверя на руках Она вышла из зарослей Но как только солнечные лучи упали На оказалось совсем безжизненное тело Зверек отчаянно задрыгал лапами Пытаясь вырваться Лоре быстро вернулась в тень Чисто инстинктивно почувствовав Что именно свет вызвал такую реакцию И только потом Она посмотрела в ту сторону Откуда доносились сдавленные рыдания Дверь одного из старых склепов Массивного мраморного сооружения Была открыта настиж И там, в темноте Смутно виднелись очертания человеческой фигуры Одетой в черную одежду Со скрытым вуалью лицом И потому почти незаметной Лоре ничего не понимала Умирающее животное, невыносящее света И женщина в трауре А в том, что это была женщина Она не сомневалась Рыдающая в темноте полуразрушенного склепа Есть ли какая-нибудь связь между всем этим? Кто вы? Спросила она Женщина сначала испуганно отпрянула В глубину склепа А потом очень медленно приблизилась К открытой двери Движения ее были настолько осторожны Что Лоре сразу поняла связь Между таинственной незнакомкой И умирающим животным Она тоже боится солнечного света Подумала Лоре Да и плачет она, конечно, по этому зверенышу Лоре внимательно посмотрела на дорожку Которая вела к двери склепа Можно ли пройти туда, не выходя на солнце? Пожалуй, можно Но только с большой осторожностью Медленно, старательно обходя все светлые места Она направилась к открытой двери Все ее внимание было сосредоточено на том Чтобы уберечь от яркого света притихшего зверя Но она чувствовала Женщина внимательно следит за каждым ее шагом Когда до склепа оставалось совсем немного Лоре на минуту остановилась И подняла глаза Женщина не выдержала С нетерпеливым стоном Она шагнула из своего убежища И протянула вперед руки И тут же ее белая, как мел кожа Потемнела и сморщилась Женщина вскрикнула от боли И резко отпрянула назад Но солнце уже успело сделать свое дело Кожа на пальцах сгорела дотла На землю посыпался лишь желтый, как цветочная пыльца, пепел Лоре проскользнула к двери и быстро зашла внутрь Склеп оказался не очень большим С одной стороны был, наверное, вход в усыпальницу А в самом дальнем углу, где стояла женщина Виднелась еще одна открытая дверь Которая вела куда-то под землю Женщина в страхе сжалась к стене, держа перед собой Свои изуродованные руки Вуаль сползла ей на плечи Обнажив бледное и очень худое лицо Лоре почему-то не испытывала ни тени страха А вот та, которая стояла перед ней Вся дрожала, переводя взгляд с изумленного лица Лоре на звереныша «Мне кажется, он умер», — осторожно сказала Лоре Не знаю еще, какая будет реакция Но женщина неожиданно спокойно ответила «Нет, она не может умереть» Однако неподвижная зверька никак не увязывалась с этой уверенностью Если он еще и не умер, то это наверняка скоро случится «Дайте мне ее», — попросила женщина Лоре нерешительно молчала Хотя руки уже устали от тяжелой ноши, ей не хотелось заходить вглубь склепа «Пожалуйста», — проговорила женщина и умоляюще протянула руки Сжалившись над несчастной, Лоре решилась наконец отойти от двери, от яркого солнечного света Она сделала несколько шагов, но тут же остановилась, услышав чей-то шепот В склепе были люди, и они прятались там, на лестнице, ведущей куда-то в подземелье Суеверный страх охватил Лоре Страх перед могилами, перед преисподней «Там никого нет», — сказала женщина, и лицо ее страдальчески сморщилось «Пожалуйста, дайте мне бабетту» Она сделала шаг вперед и что-то тихо пробормотала, явно обращаясь к зверю, которого называла бабеттой Может быть, он услышал эти слова или почувствовал ее близкое присутствие А, возможно, темнота и прохлада, царившие в склепе, повлияли на него Но он неожиданно вздрогнул, и судорога прошла по всему его телу Да такая сильная, что Лоре чуть не выронила свою ношу Женщина опять заговорила несколько громче, будто ласково журила звереныша Лоре не знала, как поступить Дальше идти она не решалась И видела, что женщина тоже не может приблизиться к ней Они стояли так несколько секунд И вдруг со зверем что-то произошло Он выпустил когти и, вонзив их Лоре в грудь, стал корчиться и извиваться «Бабета!» — прикрикнула женщина Но зверь не слушал ее, продолжая свой безумный танец То корчась, как от боли, то содрогаясь, как змея, сбрасывающая шкуру «Не смотрите! Не смотрите!» — раздался голос женщины Но Лоре не могла оторвать взгляда от этого ужасного зрелища И освободиться от того, что она сейчас держала в руках, тоже не могла Когти настолько глубоко впились в ее тело, что любое движение причиняло ей боль И, наконец, начало происходить такое, отчего волосы зашевелились у нее на голове «Господи!» — только и могла выдохнуть она, глядя, как животное меняет свою форму прямо перед ее глазами Его тело не просто перестраивалось, но начало разжижаться, превращаясь в бесформенную массу Опять появился тот терпкий запах, который Лоре почувствовала под деревом — запах разложения Лоре стояла и держала в руках студенистое скользкое тело, но избавиться от него не могла Когти по-прежнему впивались в ее грудь Наконец, и они растаяли, влившись в общую аморфную массу Лоре вдруг сразу вышла из оцепенения И, почувствовав облегчение, очень медленно, с гримасой ужаса и отвращения Передала ее в протянутые руки женщины «Господи! Господи!» — повторяла она, отступая назад Однако лицо женщины буквально светилось от счастья Слезы радости потекли по ее бледным щекам и закапали на расплавленное месиво Лоре отвернулась к двери Ей не терпилось взглянуть на солнце Но после темноты склепа солнечный свет ослепил ее Она закрыла глаза, чтобы немного прийти в себя Неожиданно послышался чей-то плач Лоре открыла глаза и увидела на руках у женщины маленькую девочку лет пяти, совсем голенькую Уткнувшись в плечо матери, она жалобно всклипывала «Бабетта!» — сказала женщина «Нет, этого не может быть! Хрупкий ребенок и зверь, умирающий под деревом! Нет, это просто какой-то чудовищный обман или галлюцинация!» «Она любит играть на улице!» — сказала женщина, отведя, наконец, взгляд от ребенка и посмотрев на Лоре «Ведь я говорила, ей нельзя, нельзя играть на солнце! Но она, ребенок, не слушается!» Лоре до сих пор еще не могла поверить во все Но где-то в глубине души она осознавала, что все это действительно было И зверь был, и превращение тоже было Она ведь сама видела А теперь вот живой ребенок, всхлипывающий на руках у матери И чем яснее она это понимала, тем страшнее ей становилось Ее разум не мог охватить всего происходящего Это выходило за пределы реальности Лоре не в силах была что-то анализировать Ей хотелось поскорее выйти отсюда на улицу, на солнце, которого так боятся эти оборотни Она осторожно начала пятиться к двери Но женщина вдруг сказала «Мне бы хотелось отблагодарить вас» «Нет, нет», — быстро ответила Лоре «Мне ничего не нужно» Чувство омерзения не покидало ее Но девочка, обнимающая материнскую шею, была так трогательна, что Лоре растерялась «Я хочу помочь вам», — сказала женщина «Ведь я знаю, зачем вы пришли сюда» «Вряд ли», — проговорила Лоре «Не теряйте времени, здесь вы ничего не найдете В Медине обитает только племя тьмы» «Племя тьмы?» — громко переспросила Лоре «Тише, умоляю», — прошептала женщина «Я не должна этого говорить, но я обязана вам так многим» Лоре остановилась, не доходя до двери «Сердце подсказывало ей остаться» «Вы знаете такого человека?» «Его зовут Буни» На лице женщины отразилось смятение Она хотела ответить, но какой-то страх удерживал ее Лоре видела это и сразу поняла «Она знает Буни» «Рэйчел!» — раздался вдруг строгий мужской голос лестницы, ведущей в подземелье «Идите сюда! Вы ничего не должны говорить!» «Мистер Лайлесберг!» — сухо ответила Рэйчел «Она спасла Бабету» «Знаем!» — послышалась из темноты «Мы видели! Но все равно спускайтесь!» «Мы?» — подумала Лоре «Сколько же их там, под землей?» Открытая дверь за спиной придавала ей смелости, и она решительно сказала «Я спасла жизнь ребенку, и, мне кажется, заслуживаю вознаграждения!» Наступила тишина Затем в темноте возникла светящаяся точка, и Лоре поняла, что мистер Лайлесберг поднялся на верхнюю ступеньку Однако фигура его почему-то не была видна Не просматривались даже слабые ее очертания И только огонек сигареты светился в кромешной тьме «У этого ребенка нет жизни, и спасать ему нечего!» — сказал он Лоре «Но то, что у него есть, можете забрать, если хотите!» — он помолчал «Хотите? Можете взять ее! Она принадлежит вам!» Лоре похолодело внутри от этих слов «Что вам от меня нужно?» — спросила она «Мне ничего! Это вы требуете награды!» Я просто хотела задать несколько вопросов Взяв себя в руки, решительно сказала Лоре «А ребенка мне не надо! Я же не варвар!» «Нет!» — тихо ответили из темноты «Никаких вопросов! А теперь идите! Вам здесь нечего делать!» Он поднес сигарету ко рту, и слабый свет от нее Наконец выхватил из темноты черты его лица Лоре поняла, что Лайлесберг сделал это намеренно, чтобы буквально на несколько секунд встретиться с ней взглядом Лоре успела заметить, что лицо его такое же изможденное и бледное, как у Рейчел, только черты грубее Запавшие глаза, тонкая, как бумага кожа на щеках и огромный, испещренный морщинами лоб «Вы ведь понимаете, что не должны были видеть всего этого!» — сказал он «Да, я знаю!» — ответила Лоре «Тогда знайте и другое! Если вы расскажете обо всем, последствия будут страшными!» «Не угрожайте мне!» «Последствия не для вас!» — сказал Лайлесберг «А для нас!» Лоре стала стыдна за свою ошибку «Ведь по сравнению с ними она неуязвима! Она может ходить по солнцу!» «Я никому не скажу!» «Спасибо!» — он снова поднес сигарету к лицу, которая тотчас скрылась за густым темным дымом «То, что находится внизу!» — сказал он «Внизу и должно остаться!» Рейчел тихонько вздохнула, качая на руках Бабетту «Спускайтесь!» — приказал ей Лайлесберг, и огонек сигареты исчез «Я должна идти!» — сказала Рейчел «Забудьте о том, что вы были здесь! И оставаться тут больше незачем!» «Вы же слышали!» — мистер Лайлесберг сказал «То, что находится внизу...» «Внизу и должно остаться!» «Да, я слышала!» — перебила ее Лори «Медин только для племени тьмы, и здесь вы никому не нужны!» «Скажите мне одно!» — снова обратилась к ней Лори «Буни здесь!» — Рейчел уже начала спускаться по ступеням. Лори не выдержала и бросилась к ней «Он здесь? Ведь правда же! Ваши люди украли его тело!» Страшная догадка потрясла Лори «Это они, обитатели могил, племя тьмы, лишили Буни последнего покоя!» «Вы... вы украли его!» — Рейчел остановилась и, повернувшись, взглянула на Лори. Ее лицо едва виднелось в темноте «Мы ничего не крали!» — спокойно ответила она «Тогда где же он?» Но Рейчел снова отвернулась и через секунду скрылась из вида «Скажите мне ради Бога!» — умоляюще проговорила Лори ей вслед и вдруг сорвалась на крик «Скажите! Пожалуйста!» Отчаяние сорвало ее с места. Она сделала несколько шагов и оказалась на лестнице «Подождите! Мне нужно поговорить с вами!» — повторяла она, спускаясь вниз «Три ступеньки! Четыре!» На пятой она вдруг остановилась Совершенно непроизвольно, будто какая-то внутренняя сила удержала ее По спине пробежал холодок. Сердце глухо застучало в груди. Лори поняла, что не сможет больше сделать ни одного шага вниз и стояла как вкопанная, глядя в темноту сухими, выплаканными глазами Варта у нее пересохла. Она не в силах была выговорить даже слово. Впрочем, теперь ей уже не хотелось ничего говорить Страх перед таинственными обитателями подземелья охватил ее Она не увидела никого, но в глубине души чувствовала, что эти существа выглядят гораздо ужаснее, чем Рэйчел и ее детеныш Ей казалось, что они разглядывают ее в темноте Она представляла их жуткие превращения, и кровь стыла у нее в жилах Если труп забрали они, то требовать его назад бесполезно Лори оставалось надеяться только на то, что хотя бы душа Буни избежит той страшной участи, которая была уготована его бедному телу Совершенно опустошенная, она стала подниматься наверх И вдруг почувствовала, что что-то не пускает ее Словно тысячи тонких нитей опутали ее тело, цепляясь за ресницы Я никому не скажу, пробормотала она Пожалуйста, выпустите меня Но какая-то неведомая сила крепко держала ее Я обещаю, сказала она Поверьте мне И ей поверили Спотыкаясь и падая, она стала карабкаться наверх Только теперь осознав, в какую ловушку могла бы попасть Дверь в склеп была по-прежнему открыта Лори быстро проскользнула к выходу и через секунду оказалась на улице Солнечный свет показался ей слишком ярким Она закрыла глаза и стояла так несколько минут, едва держась на ногах Потом слегка приподняла ресницы и, убедившись, что может хоть как-то ориентироваться, побрела в сторону главных ворот, петляя между могилами И только когда она наконец добралась до выхода с кладбища, ее глаза немного привыкли к солнечному свету и яркому голубому небу Сильное эмоциональное перенапряжение давало о себе знать Ноги не слушались ее Все тело ныло Она с трудом поднималась по склону холма, готовая вот-вот рухнуть на землю И только одна мысль придавала ей силы Она осталась жива А смерть была так близко Ее могли заманить в преисподнюю и уничтожить там Все было бы именно так, она не сомневалась Но ее отпустили Почему? Может быть, потому что она спасла ребенка? Или они поверили ее обещанию хранить молчание? Лория не знала, что побудила этих монстров пощадить ее Да, именно монстров Те, которые обитают под этим кладбищем, заслуживают только этого имени Кто же, кроме монстров, может поселиться среди мертвецов? И пусть они называют себя племенем тьмы Никакие слова и никакие благородные поступки не скроют их истинной сущности Ей удалось вырваться из лап самих демонов, которые тащили ее в бездну, в ад И осталось только благодарить Бога за то, что она спаслась и может смотреть сейчас на небо Такое синее, такое бездонное Субтитры создавал DimaTorzok